Приветствую вас, давайте разберём сейчас ваш вопрос. Вопрос довольно объёмный, с описанием, так скажем, фактов. Вот, поэтому я его в целом засчитывать не буду. Потому что мне он, ну просто это будет долго, достаточно. Суть заключается в том, что пишет девочка, она рассталась с парнем, на отношения, с которыми у неё были серьёзные планы, она хотела замуж от него и детей через полгода. Вот, но случился конфликт, они расстались и машина не идёт на контакт теперь. Вот, он её везде заблокировал, потом где-то разблокировал, где-то не разблокировал, да, отвечает через раз, вот, она ему старается писать как бы тоже через раз. Вот, говорит, что он, значит, что у него есть болезненный опыт прошлых отношений и есть, по мнению девочки, страх близости и неуверенность в себе. Девочка сама понимает, что где-то была нетерпелива и надавила, вот, а конфликт был, вот, по её мнению, из-за старых недопониманий. То есть, как бы, из-за чего был конфликт, непонятно в данном случае. Вот. Собственно, девушка говорит о том, что, вот она спрашивает, да, значит, не всё ли потеряно, да, потому что он ведёт себя сейчас так отстранённо, почему он так себя ведёт, стоит ли им вообще писать и звонить, есть ли шанс свернуть отношения, а точнее построить более крепкие. Такие вот вопросы. Ну, смотрите, дело в том, что в ваших отношениях присутствует манипуляция, вот. Манипуляции присутствуют, присутствуют древерсивные чувства, так я это называю, когда я что-то чувствую, да, я что-то ощущаю, как бы, ну, вот, ну, ну, сам, вот сам я что-то чувствую, сам я что-то ощущаю, но при этом, как бы, говорю, говорю об этом так, как будто это другой человек, а виноват и ответственен, ну, вот, за то, что я чувствую. Вот, поэтому в этом смысле, да, и присутствует ещё такая позиция, на мой взгляд, у вас она, эта позиция, скажем так, ну, для меня, эта позиция очевидна, вот, но насколько она, эта позиция очевидна для нас, я, к сожалению, не знаю, потому что, ну, как бы, логично, да, что, ну, что позиция ваша, и, соответственно, я не могу знать, это позиция над, то есть, когда, условно говоря, вы, ну, вот, берёте на себя ответственность, условно говоря, решать, какие у человека проблемы, вот. Вот, и мне кажется, что здесь вы это делаете для того, чтобы объяснить себе, почему человек ведёт себя вот конкретно таким образом, каким он себя ведёт. так, ну, а при этом вы избегаете своих собственных чувств, вот, то есть, при этом вы избегаете своих собственных эмоций, вот, при этом вы не уделяете, вот, к большому сожалению, скажем так, внимание себе, вот, ну, это в данном случае логично, потому что, когда, ну, концентрируешься на человеке, да, то сложно, достаточно сложно, как бы, уделять внимание себе, вот, то, что вы сами ссорились, ссорились из-за недопонимания, это, вот, говорит о том, что у вас есть в этом смысле некоторые проблемы с, ну, вот, с осознаванием того конкретно, что чувствуете вы сам, вот. То есть, вот, на мой взгляд, ну, как бы, проблема, она заключается, ну, в первую очередь, в этом. Вы говорите про то, что у него есть страх близости, вот, возможно, у него действительно этот страх, есть, возможно, но то, что вы ссоритесь с ним и то, как вы реагируете на, вот, недопонимание между вами, то, как вы реагируете на конфликты, да, то, как вы стараетесь бережно относиться к человеку. Мне кажется, на мой взгляд, это именно, вот, история, как раз, про, такую вот, ну, вашу, я бы сказал, невнимательность к себе, вот, и ваша, ну, вот, в какой-то степени, такое, ну, обесценивание себя, вот, к сожалению. И, вот, это, на мой взгляд, необходимо корректировать, вот, почему это необходимо корректировать? Дело в том, что, ну, поскольку, вот, непосредственно к нам в данном случае обращаетесь вы, да, непосредственно в данном случае к нам обращаетесь вы, то, соответственно, на нас ложится ответственность по изменениям. Дело в том, что мне кажется, опять же, я опираюсь в данном, вот, случае на опыт, который у меня уже имеется, вот, в таких историях, в таких ситуациях. Вы ведете себя выдержанно и сдержанно, потому что надеетесь сохранить отношения. То есть, как-то вот конкретно центрации на том, что вам важен и ценен сам человек, ну, вот, в этом аспекте я не заметил. Вот, и в такое ощущение мне сложилось, что вы пытаетесь решить головоломку, связанную с его поведением, да, вот, говоря о, там, допустим, вот, ну, говоря о таких вещах, как, например, например, еще ли еще потеряно, да, и так далее, то есть, вот, говоря об этом, мне кажется, что это вот как раз, ну, история, это как раз, история, это как раз момент, связанный с тем, что вам эти отношения нужны. И, как бы, отношения вам нужнее, чем сам, вот, в данном случае, человек. На мой взгляд, это серьезная проблема для выстраивания взаимодействия, вот, и это свидетельствует о том, что вы сами компенсируете некоторые свои противоречия внутренней конфликту, вот, обратите внимание, что вы говорите только о нем, описываете вы его, вот, вы говорите только то, что сделали вы, но при этом вы ничего не говорите о своих чувствах, о своих переживаниях, и тогда, вот. Если вы хотите сохранить отношения, ну, вот, с человеком, да, то, на мой взгляд, важно обрести вам, ну, вот, внутреннюю опору, вот, важно вам обрести внутреннюю уверенность, вот, а, как вы понимаете, этот факт, что вы проявляли, вот, ну, в какой-то степени нетерпение, нетерпение, да, и давили на человека, это все-таки говорит о том, что уверенности этого нет, поскольку мужчина действительно, ну, вот, ну, может, скажем так, испытываться, скажем так, определенные проблемы, да, может испытывать определенные трудности, вот, то вам необходимо, ну, вам необходимо иметь это в виду, вот, то есть, ну, вот, вам необходимо отдавать, скажем так, себе в этом отсчет, вот, ну, то есть, как бы, отдавать себе отсчет в том, что, вот, есть вот такие, скажем так, ну, есть проблемы такого рода, вот, то есть, ну, подстраиваться, если вы хотите с этим человеком быть, и вот здесь очень важный момент, а, вы хотите подстраиваться, потому что вы чё, вам, а, человек сам, ну, как бы, нравится, а, и вы хотите, вот, быть с ним, а, или вы надеетесь именно с ним построить отношения, это очень важный момент, это очень важный момент, на этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится, если молодой человек считает, что у вас тоже есть проблемы, вы можете вместе с молодыми человеками обратиться за консультацией, парно их, как бы, поговорим, обратите внимание, что вы спрашиваете, почему он так себя ведет, то есть, это вопрос про него, некорректный вопрос, мы здесь говорим про вас только, стоит ли вообще ему писать, это решать вам, вот, как раз себе разберетесь решить, есть ли чем свернуть отношения, это пропагабать, да, психологи не гадают, построить более крепкие, да, построить отношения более крепкие можно, для этого вам нужно личностно вырасти, желаю вам всего самого доброго, обращайтесь, удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...